Это то, что я еще нигде не рассказываю, скорее всего, не буду. И я надеюсь, что это тоже так же, как и тема писем, будет полезна всем. Ну, и я еще вспомнила, что эта лекция бесплатная, значит, я могу говорить любую чушь, и вместо этого ничего не будет. И я стала думать, какую же чушь вам рассказать. Ну, и я упаковала чушь, которую я знала и хочу поделиться, в тему «5 открытий о тексте за 5 лет профессии». И на самом деле это не совсем о тексте, это о тексте и о людях, потому что текст, он не существует же отдельно, он, ну, его пишут для людей. Потому что иначе это будет как, ну, та история с падающим деревом в лесу, которую никто не слышит. Вот. И поэтому я буду рассказывать об этих открытиях и выводы, которые я сделала из этих открытий в контексте взаимодействия текста с читателем. И, ну, поскольку это все-таки и не только о тексте, но и о людях, я надеюсь, что это будет полезно всем. А кто здесь работает, там, копирайтер или редактор, если ты работает с текстом? А кто здесь менеджер? Ну, класс. А дизайнер? Дизайнер большинства. Супер. Хорошо. Ну, тогда начнем. А, еще у меня это один из трех слайдов презентации. Я впервые в жизни выступаю практически без презентации. Потому что решила, что рок-звезды выступают без презентации, значит, можно и мне. Итак, первое открытие, которым я хочу поделиться, оно о пользе. И это то, что он знает Лудвик, мы с ним это обсуждали. Пять лет назад я начала профессию редактора в том виде, в котором, ну, вот, примерно работаю сейчас. Хотя так, работаю с текстом, я занимаюсь давно. И, ну, вот, когда я начинала работать с редактором, я была уверена, что единственное вообще, что важно в работе, это быть полезным. И я эту мысль всегда продвигала, я всегда писала посты только, которые приносят практическую пользу. То есть я знала, что я могу написать о том, как отредактировать текст, но я не могу написать о том, как я съездила в путешествие. Потому что это неполезно. И с этим убеждением я жила достаточно долго. А потом мы с Лудвиком сделали недиван. Кто читает недиван? О, как много. Тогда я не буду рассказывать, что это такое. Но это жду, которая противоречит всем моим убеждениям о пользе. То есть, я сейчас поясню. Это не то, что вы подумали. Дело в том, что страница, ну, вот лендинг не диваном. Он говорит, ребята, мы будем писать письма, но не знаем, как часто. Мы вообще даже не знаем, о чем точно будем писать. И вообще, может быть, это будут не письма. Вообще, на что не рассчитывайте, но платите нам деньги. И я была уверена, что это не сработает. Потому что кто будет платить деньги за какую-то бесполезную ерунду, вообще непонятно, от которой ничего ждать. И, в принципе, я не особо верила в то, что кто-то на это повидется. А потом на диван подписалось тысяча человек. И я подумала, что, наверное, это какая-то статистическая погрешность. С этими людьми просто что-то не так. Ну, а с этими людьми действительно что-то не так. И я не стала вообще менять свои убеждения. Но вот этот случай, он как-то меня зацепил, и я стала замечать другие подобные случаи. Тоже вне диване потом однажды был выпуск, где я писала Людвигу, что Людвиг, это какая-то ерунда. Это вообще бесполезно. Давай писать про пользу. И Людвиг опубликовала скриншот этой переписки. И в ответ на этот скриншот начали писать читатели, что Сара вообще ничего не понимает, что нам не нужна польза, и вообще это все не важно. Нам нужен Людвиг и его история, и его веселье. И тогда я подумала, что, наверное, что-то, ну, наверное, в мире не так все просто. И потом вот на своем опыте я начала понимать, что людей цепляет не польза. Что чтобы зацепить людей, не обязательно быть полезным, а иногда не обязательно быть интересным. И вот это знание я как-то все систематизировала и поняла, что текст бывает таких двух больших классов. Первый — это эмоциональный текст, а второй — функциональный. И как раз функциональный текст — это то, что про пользу. Это, не знаю, инструкция, как открыть ИП. И это то, что человек читает, чтобы получить ответ на свой вопрос. А эмоциональный текст — это то, что связано с тем, что вызывает какие-то чувства у людей, у читателей. И если делить текст на вот эти две категории, то оказывается, что у них совсем разные пути распространения. Например, функциональный текст — это, скорее всего, то, что будут искать в поисковиках и там наберут в Яндексе. Но это не обязательно зацепит, и вряд ли заставит читать и поделиться этим текстом. То есть если инструкция у нас как открыть ИП, эту инструкцию, ну, может быть, перешлют другу, который собирается открыть ИП. Но это будет все равно совсем другой формат, и вряд ли это станет вирусным каким-то форматом. А эмоциональный текст — наоборот. Эмоциональный — это то, чем делится. Это история, драма и все, что вызывает чувства. И тогда уже не важно, есть польза в этом тексте или нет. Главное, чтобы этот текст цеплял людей. И в эмоциональном тексте могут быть элементы функционального, то есть, может быть, что-то практичное. Например, в интервью какого-то бизнесмена оно может быть очень интересное и захватывающее, но в нем будет цифра, сколько денег нужно потратить на старт бизнеса. И вот у нас, и я главный редактор в издании «Дела для предпринимателей», и у нас такие интервью выходят. Но цепляют они не потому, что там есть какая-то полезная информация, цифра, а цепляют потому, что там есть человеческая история. То есть, мы писали интервью с владельцем двух пекарин в Петербурге, и он рассказывал, как нанимают продавцов, а потом эти продавцы приходят пьяными на работу, как люди приходят в пекарню с тортиком и свечками отмечать день рождения, или как там наркоманы заходят и проходят время, и их надо как-то с полицией вытаскивать. И здесь нет цифр, но это то, что зацепило, и эта статья стала одной из самых наших популярных статей. Второе открытие, оно частично вытекает из первых. Это открытие о объеме текста. Ну, считается, что с каждым годом люди читают все меньше, вот это все смартфонизация, люди тупеют, не хотят читать, им только видосики показывать. Я считаю, что это все неправда, что текст читают и длинный, и короткий, и это вообще не показатель, длина текста не показатель его качества. И тут тоже, ну, важно деление на эмоциональный и функциональный текст. И я думаю, что функциональный текст читают до тех пор, пока он отвечает на вопросы читателей, а эмоциональный пока он захватывает. То есть пока там хорошо выстроена драматургия, есть история, есть эмоции. И вот... Ой... Так... Год назад, ну, чуть больше года назад, вышло интервью на кольте Светланой Бодровой. И это интервью занимало на минут 45, наверное, такого вдумчивого чтения. Это было просто огромное интервью, которое даже, ну, трудно было с одного раза прочитать. Но оно набрало полтора миллиона просмотров. Потому что... Ну, я, конечно, сейчас предполагаю, да, почему? Возможно, что вообще не поэтому. Но мне кажется, что именно потому, что там была драматургия, там были конфликты, там было то, что... Была история, за которой люди много лет назад в России следили. И... Ну, это история про Сергея Бодрова. И поэтому, несмотря на то, что интервью был таким длинным, и его было так долго читать, нужно было потратить очень много времени, его все-таки читали. И его там очень много обсуждали в соцсетях, и писали комментарии, репостили. То есть оно прям вызвало хороший эффект. И это, конечно, только один пример, который можно считать ошибкой выжившего. И, конечно, в целом, наверняка короткий текст читают больше, больше его дочитывают лучше, чем длинный. Но в целом, мне кажется, что все-таки, если хорошо выстраивать драматургию, если держать внимание с помощью истории, с помощью структуры, если вот это все специально выстраивать, то текст будут дочитывать. И, кстати, интервью с владельцем Пикарин тоже пример вот к этому утверждению. Потому что оно тоже у нас очень длинное было, это интервью, но оно было лидером по дочитываемости среди других статей. Ну, а функциональные статьи как раз читают, пока они отвечают на вопрос читателя. То есть, если я ищу про ИП или про бухгалтерию, еще что-то, это будет, скорее всего, скучная статья. В ней могут быть элементы драматургии, но эта статья не для того, чтобы почитатель веселился. И поэтому в ней нужно как можно меньше подробностей, но надо ответить на все вопросы читать, и тогда ее будут читать. Третье открытие. Оно связано с распределением внимания читателей. Не так давно я опубликовала у себя пост в блоге, в котором хотела сказать, ну, я это сказала, что если вам кто-то говорит, что просто возьми вот и сделай это, или просто возьми и скажи, то шлите такое, потому что это на самом деле непросто. Но люди, которые так говорят, они слишком примитивизируют, что они не видят противоречий мира. И это была самая главная мысль, которая подчинила вообще все оповествование. Но вначале я рассказала в этом посте три истории. И первая история была о том, как я пошла с дочкой в супермаркет, и пока стояла на кассе, подошел охранник. Сначала он там с моей дочкой полтора года, она там в колясочке сидела, и он там с ней что-то игрался, а потом он ее погладил. И меня это, естественно, разбесило, и я хотела сделать ему замечание, но я ее не смогла. Ну, я просто испугалась, и как-то там стушевалась, застегнула куртку, там расплатилась, и мы вышли. И эта история была нужна в этом посте ровно для того, чтобы подтвердить мысль, что в одной ситуации один человек сделает так, а в другой ситуации сделает так. Потому что там были еще другие истории, где я не боялась сделать замечание. И люди начали комментировать этот пост в Фейсбуке с такими словами, что вообще-то этот пост о личных границах. Или там, как отвратительно, когда там люди трогают чужих детей. В Европе бы такого никто не позволил. Ну, вот это вот все там обсуждали, а этот пост вообще не о границах, не о Европе, не о русском менталитете. В этом посте была самая главная мысль как раз о том, что в мире все непросто, и не надо говорить просто возьми и сделай. Ну, а люди видят совсем другое. Потому что вот этот последний абзац с главной мыслью, он был вообще не такой яркий по содержанию, как история с охранником. Ну, причем там были еще две истории, и они не так и зацепили тоже. Никто их не комментировал. И для меня это стало открытием, потому что я поняла, что люди часто видят, ну, не то, что ты хотел бы видеть. Потому что у каждого свой опыт и какие-то там свои демоны и видения мира. И поэтому, ну, на основе этого они как раз замечают что-то совсем другое. и я подумала, что это нужно научиться применять и какие-то самые важные детали делать самыми драматичными. Это звучит очень очевидно, но оказалось, что это не так просто. Бывает, что самая важная деталь, она какая-то достаточно скучная, а второстепенная деталь, она самая яркая и перетягивает на себя все внимание. и, ну, вот поэтому нужно, ну, если бы я сейчас писала этот пост, я бы об охраннике написала, уже не так другое отлично, написала бы, сделала бы эту историю менее яркой, но мысли о том, что не говорите, возьми да сделай, я бы ее, во-первых, вынесла в начало, разжевала бы подробнее и привела бы еще какую-то историю именно вот про эту мысль, а потом еще несколько историй в подтверждение. И я думаю, что тогда бы эффект был совсем другой, и люди заметили бы то, что я хотела, чтобы они заметили, а не то, что они сами заметили на основе своего опыта. Четвертое открытие это открытие о силе ненависти. И это достаточно неприятное открытие для меня. Год назад мы с Максимом Яковым начали писать и работать над книгой о деловой переписке, которая вышла в прошлом году. И мы начали как-то собирать материал и рассказывать аудитории о том, что вот мы пишем эту книгу и узнавать, что их волнует по этой теме. И мы завели канал в Телеграме, который так и назывался «Деловая переписка». И в этом канале мы публиковали такие скриншотики, каких-то неправильных писем, как кто-то пишет неправильно. И потом рассказывали, как это исправить и предлагали правильный вариант. За полгода в этом канале набралось 17 тысяч человек. В моем канале уже два года 3,5 тысячи только. И у меня есть теория, что механизм распространения этого канала основан на ненависти. То есть люди вместо того, чтобы напрямую сказать своему коллеге, что ты написал неправильно, не пиши так, пожалуйста. Они брали пост из канала и там массивно-агрессивно его пересылали. Потому что это оказывалось проще, чем прийти и сделать замечание. Но вообще культура замечаний это такой прям отдельный навык, который нужно прокачивать. Очень мало кто умеет правильно делать замечание или не стесняется этого делать. И благодаря этому у нас сейчас книжка хорошо продается, канал набрал популярность. И потом, когда мы проводили презентации, лекции, тренинги по теме деловой переписки, все вопросы были про коллег. А что делать, если мой коллега пишет так? И если не все вопросы, то 9 из 10. И почти никто не спрашивал, что это для себя. А я не знаю, как вот так написать. Все говорили, что мои коллеги чмошники и пишут неправильно, как мне их перевоспитать. И, ну, мы там отвечали, но меня немного беспокоит, что вот это распространение идей было основано на ненависти. А вот еще один пример. Я... А, и тут мне как раз наконец-то понадобится второй слайд презентации, который я еще не знаю, как открыть. А его нету. Так. Тогда я открою его в Киноте. Вот. Однажды я сделала такой плакат. А то, ну, меня разбесило, что кто-то там пишет какие-то комментарии неправильные в Фейсбуке. Тоже на ненависть. Видите, основанную. И я сделала такой плакат о том, как подписать хорошие, правильные комментарии. Ну, и тут там варианты разной ситуации. И тоже этот пост набрал 500 лайков или шеров в Фейсбуке. То есть тоже мне подсказывает это, что люди делились просто этим блокатом, чтобы все те, кто читает их в Фейсбуке, не писали им в рации в комментариях. И, ну, это тоже основа на силе ненависти. И, с одной стороны, это, наверное, не очень хорошо, что какие-то идеи распространяются благодаря ненависти. Но, с другой стороны, эту силу можно использовать для того, чтобы продвигать добро, сеять разумное, важное, вечное. И, ну, таким образом ненависть можно конвертировать во что-то хорошее. Но, там остается вопрос этичности. Мне кажется, но если его отбросит, то вопрос прагматичности как раз решается благодаря силе ненависти очень хорошо. Вот, ну, причем, там, если сравнивать, то, ну, вот этот плакат набрал 500 лайков, а какие-то посты, которые, я считаю, важны, которые, там, очень долго сижу, пишу, там, разрабатываю и думаю, что вот сейчас они наберут тоже популярность, они вообще не набирают популярность. И, хотя, казалось бы, что, там, то, что я делаю другое, направлено на созидание добро, оно более значимое. Ну, и пятое открытие, оно опровергает все предыдущие открытия, о которых я вам сейчас рассказывала. Оно о непредсказуемости. На самом деле, ну, я работаю, там, ну, регулярно выпускаю какие-то тексты, ну, 10 лет, там, в разных форматах, вот, но за это время, за эти 10 лет я еще не раскрыла формулу, как зацепить читателя, как сделать так, чтобы, ну, вот, эту историю, этот пост, они, читатели, точно много читали и делились им с друзьями. И это всегда непредсказуемо. И каждый раз, когда я думаю, что я вот-вот приближаюсь к пониманию этого, этой формулы, читатель делает что-то такое, что меня отбрасывает назад. Например, ну, вот я рассказывала, что у нас вышло интервью с владельцем пекарем. Ну, я думала, что да, что оно будет очень популярным и будет какой-то вирусный эффект, так и получилось. Но кроме этого интервью мы потом выпустили еще штук пять, наверное, похожих. Там были истории о женщине, которая владеет автосервисом. Она рассказывала, как она гоняет механиков, которые уходят в запой и как с клиентами общается, как клиенты ее посылают, просто потому, что она женщина. Была владельца кондитерского цеха, которая рассказывала, как курьер привозит там 8 марта клиентам, привозит мятые пирожные, прокуренные там запахом. Была история про тренажерный зал в Краснодаре, как парень его открыл, получил деньги из центра занятости, потом он сам варил эти тренажеры, потом он сам там моет пол и унитаз, чтобы экономить и у него там выручок получается 50 тысяч рублей и он за такие деньги он убивается просто вообще. Вот. И ни одно это интервью не стало популярным, хотя я каждый раз, когда мы его перед выпуском, я была уверена, что вот-вот сейчас, вот сейчас нас ждет слава и вот сейчас это интервью будут шарить и будут комментировать. А потом оно просто вот всплывало один раз и больше его не обсуждали и не читали, но оно не становилось популярным. А с другой стороны, мы однажды опубликовали статью, которую сделали за день и она называлась «Как не получить штраф за оплату брусков в магазине?» Кто из вас хоть раз оплачивал бруски в магазине? Я ни разу не оплачивала. И там была история, что директор компании пошел в магазин, купил каких-то два бруска на тысячу рублей и получил штраф, потому что оказалось, что эту сделку надо было регистрировать. Ну, а он расплатился корпоративной картой. И это одна из самых популярных статей в нашем издании. Я не понимаю, почему. Я не верю, что каждый день вечером в России один предприниматель походит в магазин и покупает бруски и боится получить штраф. Я не знаю вообще ни одного предпринимателя, который покупал бруски, но почему-то эта история стала бешенопопулярной. Хотя мы ее действительно сделали очень быстро, она нам казалась как-то ерундовой, и просто показалась, что будет интересное судебное дело в этот процесс. Но вот так получилось. И еще пример. Моя команда раньше вела соцсети банку, и мы там все время экспериментировали с какими-то постами. И вот у нас было два поста. Первый пост был с видеофрагментом как с завода Форд выходит архивное видео как с завода Форд выходит первый автомобиль какой-то серии. И была рассказана история, как Генри Форд строил процесс у себя на заводе, что ремонтники получали деньги только когда они не работают. И второй был пост, тоже очень похожий на такой эквивалент по значимости. Это был фрагмент из фильма карточный домик. Как там Фрэнк Антервуд сидит и ведет переговоры используя прием переговоров. И был рассказ об этом приеме из переговоров. Как вы думаете, какой пост был популярнее? Форд или Фрэнк Антервуд? Антервуд. Кто за Антервуд? А кто за Генри Форда? Генри Форд победил. Генри Форд набрал какую-то вешеную тоже популярность. Мы благодаря этому Генри Форд сделали вообще охваты, которые планировали за месяц сделать. А карточный домик не выстрелил вообще. Его не обсуждали и не лайкали. Он просто не пошел. хотя мне казалось, что карточный домик должен быть явно популярнее Генри Форда, потому что и тема более современная, и пост такой уже содержается, но нет. И еще один пример. У меня есть канал в Телеграме, и каждый раз, когда я думаю, что вот сейчас я напишу какой-то важный пост, и им будут делиться, и ко мне будут готовы подписчики. Каждый раз новые подписчики не приходят. А потом я однажды опубликовала какой-то совершенно глупый несодержательный опрос, и после него пришло 12 человек. И я не понимаю вообще, как это работает. Ну, а в другой раз я такая думаю, ну ладно, публикую еще один глупый опрос. И он уже не сработал. и для меня вообще реакция читателей, она даже через 10 лет работы, она остается страшно непредсказуемой. Но это, ну и это с одной стороны демотивирует, потому что ну работаешь, над чем ты работаешь, и думаешь, что вот, оно сейчас выстрелит, оно не выстреливает, или ты просто понимаешь, что совершенно не можешь управлять, никак управлять реакцией читателей. Но с другой стороны, во-первых, это страшно интересно, потому что это всегда сюрприз, как этот котик. А во-вторых, это расслабляет и позволяет делать вообще любую дурь, которую только хочется. То есть я поняла, что если реакцию предсказать нельзя, можно вообще делать что угодно, и вообще не ориентироваться на вкус аудитории, не подстраиваться под них. И надо просто делать, неважно, у себя в канале или в издании, надо писать о том, что считаешь важным или интересным, или писать на те темы, которые самого крут или кажутся каким-то полезными. И тогда не будет разочарования, что вот кто-то там не лайкнул, зато будет понимать того, что я делаю важную работу. И ну вот это как раз очень развязывает руки и помогает работать и не переживать, что что-то идет не так. Ну и подводя итог всему этому, а, я не предупредила, да, что лекция будет короткой. Так вот, лекция будет короткой. подводя итог всему этому, я хочу сказать, что, ну вообще, самое ценное, что я нашла в своей профессии, это возможность сделать открытие. И я знаю, что через год, если я пересмотрю видеозапись или презентацию, я пойму, что те открытия, которые я сегодня рассказывала, они какие-то очевидные, глупые, вообще не про то. Но их было важно сделать, чтобы идти дальше, чтобы как-то вообще систематизировать свои знания и на чем-то основывать дальнейшие исследования. И благодаря этим открытиям, мне кажется, и есть рост вообще в любой профессии. Теперь я хочу, чтобы с вами пообщаться и чтобы вы задали мне вопросы, а я, может, поотвечала. Мне с самого начала хотелось, чтобы это была не лекция, а такая больше личная беседа. И вот мы к ней подошли. А как писать деловые письма? Я подумала, что как писать деловые письма, но есть уже книжка. И что ребята, которые работают в студии Лебедева, наверняка умеют читать. и наверняка есть опыт работы с письмами, вы это хорошо знаете. Мы с Людвигом смотрели на то письмо, которое висит на плакате, нарисовано на плакате, и я думала, как же на него ответить. И в книге есть даже глава, посвященная таким письмам, когда клиент пишет, что все плохо, это называется письмо пар. Этот термин я, кстати, подцепила у Людвига. И на письмо пар отвечать нужно так, чтобы сначала позволить человеку выговориться и начать выяснять, что он имел в виду. И вот там такой отзыв насрать вам в руки там ничего непонятно, непонятно, почему ему, что именно ему не понравилось. Поэтому с этим пока невозможно работать. Поэтому в этом письме нужно сначала выяснить, что ему не нравится, а потом уже говорить, мне жаль, что получилось, и прорабатывать. А в остальном важно, самое главное, не писать письма с темой срочно. Вот это прям если не будете этого делать, то уже будете душкой для всех своих коллег. А какой третий слайд презентации? Третий? Все плохо. Третий слайд презентации это адрес моего канала с играми. Я жаловалась вам, что я никак не могу подписчиков набрать. Вот я подумала, что это отличный шанс. Ну не очень содержатель. С вами у команды. Да. есть ли какой-то план на третью книгу и что это будет? Есть. И я точно скажу, что это будет книга несовместно с Максимом. Это будет... Я сейчас исследую тему драматургии, о том, как устраивать драматургию в информационном тексте. И я хочу об этом написать книгу. Сейчас я собираю материал, всю эту тему расследую и надеюсь, что получится выйдет из этого. То есть можно не о деловой переписке? Нет. О деловой переписке можно еще кстати много писать. Мы даже собирали тему в отдельный файлик, о чем мы еще и написали. О чем нас спрашивали люди на всех этих лекциях. Но я больше не хочу произвел реписк говорить, потому что за прошлый год, ну может там пройдет время, и мне опять станет это интересно. Но сейчас за прошлый год мы так много об этом рассказывали, что я пока хочу переключиться.